всем привет дамы и господа находимся мы в лесу абсолютно рядом недалеко от места где мы проживаем здесь есть лес довольно большой обойти его не так то и просто но он очень живописен и всегда какие-то объекты вот типа этого пня с этими грибами это конечно грибы ядовитые вот но здесь водится и маслята бутерпельц но они не всегда могут показаться человеку поэтому мы пришли не за грибами а так шикарная погода великолепная выдался свободный момент и мы пришли просто пройтись по тропам по которым давно мы ходим нельзя сказать что регулярно но бывает здесь видите даже если валят какие-то деревья то обязательно их здесь оставляем чтобы это эко-цикл мотоцикл не прерывался и все эти деревья оставались здесь я всегда с детства очень романтично смотрел на поганки просто они действительно призваны показать какую-то красоту но призвать осторожности посмотрите какие они бывают мы уже шли я даже не хотел включать камеру да ну просто детство детство вспоминаешь как это все всегда было интересно и как-то и фантастично было человек всегда шел как-то додумывал какие-то свои версии какие-то истории вот лес в основном лиственные но есть и хвойные ну как говорится под охраной государства вот все это находится вот вот такие грибы но это поганки я не буду вам грибы показывать все зачем да это кто-то да кто-то кто-то взял его вот эта привычка что-то вырвать выбросить выкинуть вот это никто ребята как говорится нырнул в воду или в море там где нужно уважать то что там находится и не разрушать какие-то места сложены бревна кто-то может быть это обряды здесь осуществляет костры разжигать здесь категорически запрещено так господа и дамы это продолжение нашего похода в лес ну так получается что дары природы такие шикарные то маслята бутер пельс по нашему вот они будете это будет мариновка здесь ну прилично тут 6 килограмм короче я взвесил вот 66 килограмм все это будет почищена грамотно снята пленка сверху все будет помыто вот и будут мариноваться на наш взгляд это очень вкусные грибы честно это вот мое мнение это мне кажется это самый мне вкусный гриб для меня потому что все из детства собиралась мариновалась жарилась и сама консистенция не знаю о вкусах конечно же не спорят сейчас я это высыплю и общий план вам покажу так общий план вот такой вот общий план будет это все мариноваться естественно потому что жарить можно там с картошечкой туда-сюда это есть великолепное блюдо жареная картошка с грибами тоже имеет свой алгоритм и не делается ну если так по нашему сказать все вместе то есть не пойдет все должно быть по этапам и по фазам это потому что гриб это такая чувствительная фактура и он должен приносить хороший вкус а не быть смешан как что-либо там чем-то но это на мой взгляд так родители нас учили и и делали так поэтому мы замаринуем 6 килограмм будет чудесно это вот за один заход благодаря тому что вот честно вырастали в этой среде среди маслят среди маслят вот я просто свое мнение что но они для меня самые вкусные и как жареные а еще вкуснее маринованные то есть присутствие хорошего маринада конечно же девяти процентный уксус ну все вы знаете эти рецепты их полно вот и это получается очень-очень круто и вкусно вот это был один заход и вот так вот главное вовремя чтобы он не перерос не перета со мной чтобы другие люди тоже его них хрякнули но просто мы живем здесь очень давно и грибы решили сдаться нам так как мы практически местные люди и мы собственно говоря не разочаровали никого за это время поэтому вот спасибо этим грибам спасибо природе будем еще конечно я думаю этим заниматься потому что сейчас потрясающее время она может быть и в сентябре она может быть начали это самое октября вот сейчас видите конец октября здесь это не имеет значения сама дата имеет значение условия то есть тепло влага не экстремальные дожди а просто вот такая приятная влага туман тепло ветра нет гриб любит солнышко он не любит тоже чаще какие-то такие темные он все любит знаете как мы вот мы же любим солнце и гриб такой же вот так что вот масленок ребята обожаю даже больше чем белые но все грибы хороши я не буду сейчас там вызывать какие-то так сказать противоречие в нашем обществе боже упаси все грибы хороши которые не ядовиты и которые человек умеет приготовить так как ему нравится вот и все все очень просто и непонятно так что лица грибы это не только легко усвояемый хороший белок это я конечно погорячился не так просто и усваивается но как лица из известной интермедии известных прекрасных юмористов я просто говорю но это еще и удовольствие при сборе грибов запах включаем рецепторы включаем зрительную функцию которая нас успокаивает нас как лица зовет и завлекает вот поэтому всем приятного аппетита приятных хороших грибов много грибов вам господа и дамы а также много капусты всяких цветов причем и зеленой капусты и немножко вот с таким коричневым оттенком и даже с розовым это еще круче то есть грибочки зелень капуста в общем все что приносит вам какое-то чувство выполненного какого-то вашего долга так что вот такой был поход в лес вам всего хорошего приятного аппетита мира здоровья заходите на наш канал хочу еще сказать что вы подписывались и не думали что канал ну кто-то может недавно на него иногда спрашивают а что это в этом показывать еще какие-то старые города еще какие-то там в чем дело в чем дело я просто сразу говорю кто может быть не совсем близок к нашей идеологии что у нас канал не только живет материальными какими-то артефактами там тарелками вазами это самое основное тут я не то есть мы поклонники немецкого фарфора и все и . ну и также если мы примеру бываем каком-то красивом городе как я могу проехал энное количество километров не показать вам этот город да это как-то глупо да вообще но не менее глупо спрашивать а в чем дело где ложки миски где где чашки в конце концов то есть ответ напрашивается сам то то есть канал обо всем вот что красивое понравилось для души прошел поговорил с вами и что должен только дними тарелками звенеть и стаканами вот иногда и поговорим с вами по-человечески сейчас кто с кем по-человечески говорит часто ли нет поэтому у нас очень хорошая теплая компания очень дружественная неважно где живут люди мне абсолютно все равно абсолютно господа я отношусь к людям так как хочу чтобы относились и они ко мне и это была какая-то гармония так что мира вам здоровья господа и дамы и будьте здоровы и до новых встреч